При ближайшемся празднику из числа новых, не особо еще широко прижившихся, Дню Матери, отмечаемому в ближайшее воскресенье, оказались сильно, а стало быть, сильно заранее рады, в исправительной колонии номер 26 в Тавде, где ранее уже сидевшие мужчины повторно исправляются в строгом режиме. Сотрудники здешнего отдела воспитательной работы придумали сразу несколько способов, чтобы дать суровым взрослым мужикам возможность излить свои чувства к мамам. Например, они могли совершить поздравительный телефонный звонок с таксофона, в порядке очереди, разумеется, а кто-то, очевидно, наиболее достойный, даже видеозвонок, откликнулся и поддержал руководство колонии. В полном составе и кружок журналистики, существующей оказывается даже там, где свобода слова по определению невозможна, даже чисто технически. То есть, в определенной мере, в выборе синонимов, например, или спецэффектов при монтаже, автор свободен. Ну, точно так же, как автор физически ограничен в пространстве, у этой свободы тоже очень строгие границы и лилипутские просторы. Тем не менее, всего этого вполне хватает для того, чтобы снять серию видеозарисовок с рабочих мест колонистов, где они подручными способами изображали слово «мама». Вот, например, портной, не знаем, за что именно он сел, но сердце он вырезал вполне себе профессионально, и приобщил его к обрезкам, сложенным в виде букв. «Мама, самое дорогое слово на свете. То есть, на слову надо разрезать. Берей свои отберей, синить, уградать людей». Дравосек, которого на зоне во избежание гнилых аллюзий и ненужных инсинуаций зовут «дровокол», подарил своей маме охапку дров. «И то, что ты сейчас видишь, это мой подарок тебе. Любимая мамочка, я люблю тебя. Прости меня. С праздником тебя, с этим драгоценным днем». Очевидно, курильщики выложили слово «мама» из спичек, художники карандашами на бумаге изобразили материнство. Но самым озадаченным оказался уборщик территории, у которого из аналогов холста или бумаги только снежные сугробы, на которых писать неудобно, но он сделал это рукой. Кроме того, в течение предпраздничной недели каторжане с удовольствием заполняли открытки с поздравлениями, которые потом отправлялись обычной почтой мамам. Каждая из них, конечно же, рада была, не лишние весточки от сына, которые регулярно пишет ей. Вот буквально, с каждой новой ходкой обязательно новое письмо. Субтитры создавал DimaTorzok